апнеа club горький представляет друзья привет мы находимся в городе таруса на конференции посвященные научным спортивным и медицинским аспектам фридайвинга это вторая конференция такого плана в эти выходные здесь собрались лучшие фридайверы страны для того чтобы поделиться опытом как готовиться к соревнованиям как улучшать свой результат на какие аспекты обращать внимание и многое многое другое среди спикеров на данной конференции были ведущие фридайверы россии это алексей молчанов андрей матвенко александр костышин марина романова оля маркина евгений сычев и другие ребята может быть кого-то пропустил извините но на самом деле очень очень интересные темы каждый день каждый час практической информации которую может может применять и просто фридайверы инструктор и тренер по фридайвингу очень вообще классные наполнения классные темы приехали ребята из разных уголков страны приехал большая команда из беларуси и сейчас мы спросим у ребят как здесь понравилось нет олег мелехов организатор данной конференции олег расскажи пожалуйста как об этой конференции как у вас возникла такая идея какие цели задачи ставили перед собой и дорогие друзья идея конференции возникла и желание объединить на одной площадке ведущих спортсменов ведущих инструкторов тех кто любит фридайвинг те кто занимается фридайвинга потом эта идея развилась то что кроме тех людей которые имеют отношение к фридайвингу мы стали приглашать на конференцию тех кто имеет отношение к физиологии кто имеет отношение к медицине кто имеет отношение к бизнесу фридайвинга в конце концов для того чтобы все те кто сделал нам одолжение и приехал на нашу конференцию могли уехать отсюда получив максимум знаний по самому фридайвингу и потому что имеет отношение к ним как вообще все прошло как-то оцениваешь но вот эту конференцию сахар ну я как организатор конференции очень доволен и в первую очередь я доволен тем что приехали все практически из тех кого мы хотели видеть кого мы приглашали я имею ввиду в первую очередь спикеров и лекторов у нас собралась очень хорошая представительная аудитория из разных городов из разных стран приехали наши коллеги из дворуссии приехали наши коллеги из хорватии и не кажется все было хорошо такое ощущение мне складывается потому что микрос вы очень хорошая атмосфера нам было комфортно вместе нам было весело нам было полезно у нас было достаточно интенсивная программа мы работали днем в конференц-зале потом уходили в бассейн и мастер-классы которые привели наши ведущие инструктора потом мы вечером шли вместе на ужин мы сидели возле костра у нас была прекрасная атмосфера этим я доволен больше всего на самом деле да на произошло даже такое сплочение и но многие подружились кто до этого не дружился кто там дружил просто увиделись ну такое редко происходит обычно что-то похожее на соревнованиях происходит но там все в себе а здесь все готовы общаться делиться и вот это все очень на самом деле классный формат и классное место вы выбрали вас спасибо большое вам спасибо за это мы планируем продолжать эти конференции в следующем году будет я надеюсь и в 2022 где он пройдет в россии за рубежом я пока сказать не могу потому что зависит от условий пандемии но мы очень рады видеть всех очень рады видеть людей с клуба окна и горки спасибо большое спасибо алик саш привет расскажи о конференции как тебе здесь отличная конференция хочу сказать что организована на высшем уровне было очень приятно во-первых слушать всех спикеров которые были все сказали по существу очень полезная информация что-то очень новое что-то было то что знал но было приятно услышать в подтверждение своим мыслям также очень дружелюбная приятная атмосфера сообщества фридайверов и друзья и новые и старые и коллеги по соревнованиям и просто любители рекреационщики вообще замечательно ну и само окружение места тоже было очень замечательно хороший отель очень вкусная еда организация конференц-зал все очень удобно расположена красиво будет чем поделиться да со своим сообществом то если там я ехал сюда и сказал приеду будет быть еще тяжелее сложнее тренироваться то теперь скажу что будем ловить удовольствие тренировок будем получать приятные эмоции и при этом расширять свои физиологические возможности психологическую подготовку будем есть над чем работать спасибо всем привет миш привет как тебе здесь ты один из тех кто проводил мастер-классы я был на твоем мастер-классе мне безумно понравилось ну наверное вот один из лучших мастер-классов у которой здесь посетил расскажи как тебе но это конференция как так как тебе такой формат вообще вот мероприятий для фридайверов здравствуйте михаил грянцев мне очень понравилось на самом деле то есть вот такая такая концентрация специалистов концентрация информации и очень все информативно и полезно под в одно и то же время то есть мы все три дня находились в таком прям фридайверском котле в котором то есть собрались ребята отовсюду и глубинные чемпионы из бассейна чемпионы и рекордсмены мира и спикеры ведущие и иностранные гости у нас тоже присутствуют и это все очень круто потому что ты общаешься со всеми этими людьми и делишься своим опытом спрашиваешь у них информацию какую-то и это очень сильно мотивирует очень сильно заряжает именно на занятия на преподавание в том числе то есть я сейчас то есть красноярске это все своим ученикам буду рассказывать вот поэтому но честно говоря раньше я немного наверное недооценила что ли такие мероприятия поэтому я на прошлом не был вот и на этот чемпионат нас чемпионат на эту конференцию нас пригласила наталья домашенко за что мы очень очень благодарны вот я теперь каждый год сто процентов буду посещать и и наверное рекомендуешь до другим обязательно обязательно если вы хотите развивать фридайвинг если вы хотите развиваться во фридайвинге в любом случае вам нужно такие мероприятия посещать пока вы в своем мерке где-то вы далеко не продвинутесь не продвинетесь в плане информации в плане обмена какими-то данными здесь вы можете получить и спросить все что угодно потому что здесь все открыто пожалуйста спрашивайте вам все расскажут не только на мастер-классах ну не знаю на обеде где нибудь там на вечеринках на каких-то все все в доступе я сейчас поеду в сибирь и в сибири это все расскажу и сибири об этом все это все покажу вот я как амбассадор при дайвинге в том числе поеду туда и но куда-то дальше чем уральские горы там буду света нести спасибо большое спасибо оль привет с конференции до из тарусы расскажи как тебе здесь как тебе такой формат вообще мероприятия очень здорово мне безумно нравится что здесь собралась куча людей куча профессионалов очень начинающих мы все обмениваемся опытом спорим разговариваем друг с другом это очень крутой формат я надеюсь что он будет повторяться в россии в мире и мы будем это использовать и я надеюсь что следующем году мне получится помочь организаторам с организацией мероприятия сделать его еще лучше насыщен и прикольнее для всех ты про что рассказываешь я сегодня вот сейчас уже 10 минут просто скольки рассказываю про то как организовать экстремальное погружение по нырянию под лед и у меня в инстаграме будет запись окей спасибо марин привет расскажи пожалуйста как тебе здесь тарусе на конференции на конференции очень здорово в этот раз но я второй раз на конференции в этот раз я считаю что более путевые и более ратированная собралась публика это очень хорошо и надо сказать что организаторы спики и спикеры учли наши пожелания и большинство лекций было формате дискуссии это конечно очень и тот опыт общения который у нас но и в общем нужно переваривать переваривать у нас слава богу была возможность пообщаться и свободное время и это очень здорово кроме лекции что-то еще здесь интересного конечно я ждала многих мастер-класса практика да просто одно развлечение но я очень рада встрече с друзьями и с коллегами это очень здорово с учетом того что последние там полтора года но я там плотно занимаюсь организации мини соревнований но мне очень радостно и радостно видеть атлетов из разных регионов ну фридайлинг развивается да если говорить о нашем сообществе то мы конечно же сплочаем наши ребята это очень хорошо отлично спасибо спасибо я была очень счастлива с вами эти три дня огромное спасибо спикерам которые вложились и так много ценной информации нам выдали секретной и мне кажется вот та цель которую мы с Олегом планировали это когда мы придумывали весь концепт этой конференции собрать на одной площадке разных институтторов разные школы услышать разные подходы из нашего сообщества с нам уже нашего сообщества с каких-то экспертов науки и медицине вот у меня это событие было таким комбинацией и мне кажется что все получилось и все получилось благодаря вам спасибо что участвовали в дискуссии Наташа привет расскажи пожалуйста как ты решила провести такое замечательное мероприятие мы с Олегом решили провели да с Олегом Мелеховым мы подумали что нам лично не хватает очень такого места пространства где мы могли бы получать информацию знания от разных инструкторов сравнивать да то есть площадку где люди могли бы обмениваться опытом вот это наверное была такая ключевая идея да что мы мечтали чтобы на было какое-то мероприятие на котором бы присутствовали опытные спортсмены инструктора начинающие фридайверы и обменивались опытом вот и мы решили организовать такое пространство и я очень рада мне кажется у нас получилось да замечательный выбор спикеров отличный формат отличное место в целом но я считаю что очень здорово у вас получилось как вообще вы это место выбирали как спикеров да там выбирали как думали о темах это уже вторая наша конференция первая наша конференция прошла в Сочи и мы сделали там свои выводы мне кажется многое мы в этот раз улучшили место мы рассматривали разные варианты разные города потому что изначально наша идея была чтобы мероприятие было таким кочующим да чтобы точки где мы все собираемся менялись для того чтобы развивать как раз фридайвинг в разных регионах да потому что кому-то удобнее там приехать в Сочи кому-то в Москву кому-то в Нижний Новгород возможно после Нижний Новгород рассматривали в качестве такой локации думали обсудить вот с фридайверами оттуда да насколько вот есть такое подходящее место потому что очень много критериев должно сойтись да то есть должно быть хорошее место с точки зрения удобства логистики да логистики второе это должно быть удобное место тут должен быть бассейн да который мы можем арендовать и закрыть под нас с достаточным количеством дорожек и 25 метров или 50 это очень ограничивающие условия то есть таких мест очень мало а третье тут должно быть включено какое-то питание чтобы мы не думали о том как кормить участников да и четвертое то есть в доступности должны быть конференциалы то есть это должно быть как это бизнес пространство и йога зала для того чтобы могли быть тренировки на суше плюс еще в идеале тренажерный зал потому что у нас в прошлом году в Сочи например когда мы проводили были еще несколько мастер-классов в тренажерном зале вот и таких мест на самом деле очень очень мало и вот этот отель волна вот это было ну пожалуй такое единственное что мы смогли на этот период найти в подмосковье а да еще один критерий что должно быть не очень еще дорого для участников ну да это важно на самом деле нижний Новгород хорошо подходит и да может быть следующий раз можно сделать и там Наташа большое спасибо вообще за то что вы это делаете это реально круто получилось увидеться с друзьями набраться опыта потому что но подобное наверное что-то происходит на соревнованиях но там все в себе все слишком заняты все себе мы как раз и думали что с Олегом что действительно соревнования примерно такой формат но нет общения потому что формат не предполагает такого интенсивного обмен опытом и вот как мы от многих лекторов слышали да то есть все внимание должно быть в теле в нырке да какие новые знания какие новые знакомства и здесь действительно такая площадка именно для новых знаний новых знакомств мы знаем что участники предыдущих конференций да они продолжают общаться кто-то нашел себе там инструкторов дополнительных или новых вот тут нашел новых друзей есть с ним в поездке поэтому мне кажется это просто замечательно да большое большое спасибо спасибо тебе спасибо вам огромное реально ребят наташ низкий поклон